Эту пресс-конференцию посвятили выходу второго выпуска комикса «Барси и его друзья». При помощи картинок автор решил рассказать детям об экологических проблемах и путях их решения. Конечно, отмечают активисты, это не поможет сохранить снежных барсов в нашей стране. Подсчетом особи редкого хищника, занесенного в Международную красную книгу, занимали в советское время. И сейчас никто не может назвать точное их число. Я думаю, что все идет к тому, что через 50-100 лет мы уже своим потомкам будем рассказывать, что где-то кто-то из нас видел снежного барса. Это очень страшно и очень не хотелось бы для нашей страны такое. Госслужба не поддерживает. Есть толковые ребята, которые за пределами коридоров, за пределами кабинетов говорят, «Ребят, мы вас понимаем, но вот извините, такая ситуация в стране. Либо ты в системе, либо ты в схеме, либо с тобой прощаются». Сохранить популяцию барсов можно только в естественных условиях. Количество особей снижается из-за браконьерства. И порой даже не по причине убийства самих барсов, а тех животных, которыми эти хищники питаются. Каждому животному нужно площадь в несколько тысяч километров, потому что оно охотится, потому что ему необходимо передвигаться на достаточно больших территориях. И в связи с этим речь, конечно, когда говорим о сохранении снежного барса, это еще и речь о кормовой базе сохранения. А что такое кормовая база барса? Это, конечно, копытные. То есть это архары и это теке. Поэтому, когда мы поднимаем этот вопрос, нужно сохранять высокогорные экосистемы, кормовую базу вместе с этим животным. Напомним, в Кыргызстане по инициативе группы депутатов была предпринята попытка ввести мораторий на отстрел четырех видов парнокопытных – архаров, моралов, козерогов и горных коз – до 2030 года. Но закон не прошел в Чугурку-Кенеши. Не помогли даже специально подготовленные экологами материалы. Рассказывающие о том, насколько сложная ситуация сегодня в экосистеме страны. Они показывают весь свой доход от ведения охоты. Это 2 миллиона долларов. Идет иностранная охота, идет браконьерская охота, идет официальная работа. Масса охотничьих хозяйств, которые, по сути, берут из природы все, не отдавая ни в казну государства, ни в местные бюджеты, ни в природу, абсолютно не работают над увеличением популяции. Снежный барс обитает высоко в горах, на высоте около трех тысяч метров над уровнем моря. У нас в стране очень часто задерживают людей со шкурами этих редких животных. Хотя охота на снежных барсов строжайше запрещена. Штраф за такое деяние – около полумиллиона сомов. Анастасия Соболева, Нурбек Апаров, НТС